Дозвете истшен. К сожалению, это всё, что я помню из уроков немецкого. В моём классе он был вторым иностранным, и на его изучение выделялся всего один час в неделю. А вообще по стране немецкий язык начал уходить из школ примерно шесть лет назад. Елена Анатольевна, а с чем это связано? Английский язык вышел на первое место по изучению в качестве первого иностранного языка. Поэтому многие родители считают, что знание английского языка для наших детей – это обязательное. А второй иностранный язык способны выучить не все. Но для того, чтобы доказать нашему городу, жителям нашего города, две общеобразовательные организации города Кагалыма – это средняя школа номер 5 и средняя школа номер 3 – с этого учебного года стали участниками проекта «Немецкий язык. Первый, второй иностранный». Задача проекта – повысить престиж немецкого языка. Организатор учебной программы ГИОТЭ-институт при посольстве Германии в Москве совместно с образовательными учреждениями-партнёрами. Они разработали специализированную программу. Всем участникам проекта оказывается поддержка. Преподаватели приглашают на курсы повышения квалификации. Учебные заведения снабжают необходимой литературой. Так, Кагалымские школы уже получили учебники и рабочие тетради. Сейчас ждут карты и схемы по грамматике. Для Юлианы Степановой это первое знакомство с немецким. С начальной школы она изучала вместе с одноклассниками английский язык. Новый предмет сразу вызвал интерес, поскольку даётся легче первого иностранного. Мне нравится его звучание. Также мне кажется, что немецкий язык более легче, чем английский, своей грамматикой. Сейчас мы изучаем разные слова на немецком языке. Умеете уже читать? Читать умеем. Учители объясняют, такое знакомство с языком более успешное. У детей уже сформировались знания и представления об английском языке. Теперь немецкий пойдёт куда легче. Мы сравниваем постоянно три языка. Даже при изучении слов лучше называть их и на русском, и на английском, и на немецком, чтобы у детей, во-первых, и английский активизируется ещё больше, то есть они начинают вспоминать и всплывать слова. Ну и тут же немецкий у них. И поэтому такая взаимосвязь очень плотная. Я думаю, что её нужно сохранять. Пока что выбор второго языка является правом и приоритетом родителей. Мы изучили мнение наших родителей. Родители наши хотят изучать и французский, и немецкий язык. Даже есть потребность такая, пока не реализованная, изучение китайского языка. Так что из стен пятой школы вполне могут выйти настоящие полиглоты и лингвисты. Согласно опросу, родители учеников не только не против, но даже настаивают на изучении не менее двух иностранных языков. Кристина Скворцова, Дмитрий Самбур. Специально для новостей.